Сегодня дети растут в мире, который значительно отличается от мира их родителей. Я использую WhatsApp. Я использую Instagram и WhatsApp. Я использую WhatsApp, Skype, обычные сообщения. Эксперты говорят, что необходимость постоянного контакта через социальные сети может оказать негативное влияние на тех, кто не готов к потенциальному эмоциональному стрессу. Согласно исследованию, подростки становятся крайне чувствительны к своему образу в сети, в частности, количеству лайков, и это отрицательно влияет на их психику. Хотелось бы, чтобы в средней школе были обязательные уроки цифровой грамотности. В школах хорошо рассказывают об интернет-безопасности, но совсем мало об эмоциональных трудностях. Самое страшное – самоубийство, число которых в США значительно выросло в период между 2010 и 2015 годами. Однако связь между суицидами и соцсетями научно не доказана. Также исследователи утверждают, что серьезным побочным эффектом зависания онлайн является бессонница. Социальные сети часто настаивают на возрастных ограничениях для пользователей, не младше 13 лет. Но это очень легко обойти. Соцсети уже многое сделали, но они должны сделать больше. Конечно, родители не должны оставаться в стороне и обсуждать со своими детьми преимущества и недостатки онлайн-страниц еще до 13 лет. Но многие родители не знают, что делать. Они говорят, что сами нуждаются в обучении. Когда мы росли, ничего такого не было. Родители, если только они сами не были в этой индустрии, просто беспомощны. Мы чувствуем себя уязвимыми. Исследователи заявляют, что один из лучших способов бороться с интернет-зависимостью – это приобщение детей к активным видам спорта.